Весенние полевые работы начинаются осенью после завершения уборки. То есть уборочная плавно перетекает в посевную? Да, поскольку весенние полевые работы начнутся с зяблевой спашки. Зяблевая спашка, как понятно, проводится осенью. Поэтому как такого старта посевных дел нет. Есть, может быть, дата, день, когда первый агрегат посевной выходит весной. Мы отмечаем это. А так мы находимся в постоянном цикле работы, подготовки к весенним полевым работам. Даже посев весной, мы еще и осенью сеем. То есть практически это полный год цикла работы. Наши районы на сколько сегодня готовы? Значит, мы сейчас как раз проводим кустовое совещание. Их провели мы уже четыре. Осталось провести северный куст. Если оценивать в динамике, мы сегодня готовы чуть больше, чем в прошлом году. С определенными отклонениями, которые я бы отметил. Во-первых, осень прошлого года залила все поля. И мы не успели провести вот эту зяблевую спашку. Всего лишь 50%. Понятно, это накладывает определенную нагрузку на этот год. Ну, прежде всего, нагрузка, я считаю, что примерно на 25% увеличатся затраты на обработку почвы, на весенний полевых работ. Это довольно большая, так сказать, нагрузка. Что касается компонентов подготовки к посевным делам, значит, семена. Основной, так сказать, компонент. Сегодня физически в Удмуртской республике семян достаточно. То есть более 100% семян в Удмуртской республике есть. По качеству, ну, есть вопросы. Мы ставим, как правило, в среднем где-то 85 примерно процентов готовности. На сегодня процент готовности 72%. Это свой семенной фонд или пришлось закупать? Это свой семенной фонд, да. Это семенной фонд Удмуртской республики в хозяйстве. Осенью в ряде северных районов была объявлена чрезвычайная ситуация. Удалось ли селянам уже получить какую-то компенсацию, федеральную поддержку, республиканскую в связи с этим? Ну, к сожалению, нам не удалось, так сказать, аргументированно довести до того, чтобы объявить часть Удмуртской республики. То есть если бы мы объявили чрезвычайную ситуацию в рамках Удмуртской республики, то можно было претендовать на федеральные ресурсы. К сожалению, вы знаете, что сегодня с бюджетом не все, так сказать, достаточно. Поэтому дополнительных ресурсов на те районы, которые объявили чрезвычайную ситуацию в связи с неблагоприятными погодными условиями не удалось выделить. Но с учетом того, что буквально в эти дни с помощью федеральных средств, которых мы весенне-полевым работам почти в два раза больше выдаем от, так сказать, исторических, сложившихся последних лет, в совокупности вместе с удмуртским бюджетом селяне республики получат более миллиарда рублей до посевных работ. Миллиард двести тридцать миллионов рублей. Техника в каком состоянии? Значит, по технике мы выглядим неплохо. Там у нас четыре позиции, значит, обрабатывающая, тягловая, так сказать, техника. Меньше 80%, значит, ни по одной позиции нет. От 80 до 93% готовность техники на весенне-полевые работы. С учетом того, что обновили технику в прошлом году, довольно достаточно, 270 единиц новой техники куплены по разным программам селянами. Я думаю, что с точки зрения вот этого компонента мы выглядим лучше, чем в прошлые годы. Еще одна актуальная тема – это животноводство. Глава республики поставил задачу к 2020 году выйти на миллион тонн молока. В 2014 году, я напомню, это было 724 тысячи тонн. Вот разница достаточно большая. Какие сегодня есть ресурсы для того, чтобы восполнить вот этот промежуток? Задача, она вполне, значит, подтверждена ресурсами, которые есть в Удмуртской республике. То есть у нас есть потенциал, который может, значит, достичь такого результата. Вот за счет чего? Поголовье увеличится. Почему раньше не могли миллион тонн, а сейчас? Что касается организации этой работы, ну, прежде всего, программа принята. Мы, так сказать, формально называются дорожная карта по выполнению задачи. Ну, в выходе называем программой. Что мы сегодня имеем для того, чтобы выполнить? Во-первых, пропал скептиз. Вот буквально в прошлом году, еще на уровне достаточно высоких уровнях, была скептика до какой-то миллион там. Сегодня этот, так сказать, скептиз прошел. Прежде всего, поверили в эту задачу селяне. Ну, представляете, в прошлом году программой предусмотрены довольно большие, так сказать, дела. Есть два пути интенсификации, то есть увеличение продуктивности коров. По этому показателю мы занимаем второе место в ПФО по продуктивности. 5,5 тысяч, значит, литров мы надоели по прошлому году. Ну, мы ставим задачу за 5 лет довести до 6,5 тысяч. Я думаю, что дальше это большие затраты. Есть интенсивный путь, то есть увеличение коров, увеличение, значит, кормов для этих коров. Там задача посложнее. Мы должны за 5 лет увеличить продуктивный исход на 38 тысяч коров. Представляете, такая задача. Для этого мы должны построить порядка 120-130 производственных, так сказать, мощностей ферм. Еще плюс шлейфы для тела, для телок и так далее. Эта программа у нас предусмотрена. Причем селяне начали этот, так сказать, процесс. В прошлом году мы ввели всего лишь 3200 скотомест. 21, так сказать, 21 ферма. Сейчас, на этот год, в разработке уже 46 объектов. Александр Аркаевич, а насколько личные подсобные хозяйства могут пополнить вот этот молочный запас республики? К сожалению, вот в этом секторе есть большая проблема. Вот за последние 6 лет в два раза сократилось количество поголовьев личных подсобных хозяйств. То есть, сегодня... Невыгодно держать корову. Общий такой политэкономический вопрос. Корову в личном подсобном хозяйстве сегодня, к сожалению, держать невыгодно. Но есть демократическая составляющая. То есть, молодежь сегодня, ну, просто не хочет, так сказать, держать корову. Не вся, конечно, есть молодежь, которая держит. А, так сказать, более старшее поколение, ну, так сказать, стареет, уже не может физически содержать этих коров. В прошлом году в личных подсобных хозяйствах сократилось поголовье на 18%. Представляете? На 18% и эта тенденция продолжается. Я вот боюсь, что 1 июля начнется, значит, перепись населения. Я боюсь, что еще этот процесс будет продолжаться. Те меры, которые мы сейчас принимаем, надеюсь, немножко, так сказать, сократят этот процесс. Дай бы Бог, остановили процесс. Речь идет о субсидии, которые получает сегодня личное подсобное хозяйство по 3 тысячи на корову. Вот, если каких-то, так сказать, существенных изменений в этой динамике не будет, то регрессивающей динамикой придется включать иные механизмы мотивации содержания этих коров. Еще одно сокращение в одной области, незначительное, но все же в прошлом году зафиксировано сокращение посевных площадей. И сельскохозяйственные площади часто используются или не по назначению, или просто не используются. Вот какая ответственность за это предусмотрена, и вообще, что делается в этом плане? Вообще, в постсоветский, так сказать, период из оборота ушло более 400 тысяч гектар земли в Удмуртской республике. В силу разных, так сказать, обстоятельствах. Но тут два фактора. Первый фактор – это законодательство, которое, к сожалению, прошло уже 30 лет, как, так сказать, был указ президента Российской Федерации о наделении, значит, селян земельными участками. К сожалению, механизм реализации этого указа, отношения, правоотношения к земельным, так сказать, участкам, он до сих пор недопахан. И сегодня основная, значит, проблема заключается в том, что земельные участки, которые состоят из земельных долей селян, полностью не, так сказать, реализованы. Ну, представьте себе, из всего массива земельных, так сказать, площадей, их миллион 29 на сегодня, всего лишь 30% оформлено, ну, скажем так, документально на правопользование сельскими товаропроизводителями. Есть какая-то ответственность за неиспользование земель? Значит, сейчас федеральная, так сказать, власть, ну, скажем так, дала на, значит, рассмотрение проект закона о обороте земель в части ответственности как раз. Ну, была норма, там, 5 лет, если, значит, собственник земельной доли не использует в каком-то, так сказать, в какой-то форме, изымается. Кстати, в России факта нет, что изымали. Просто нет факта. Сейчас ужесточается 2 года, до 2 лет. То есть придется еще совершенствовать законодательство? Да, но мы, вот я еще раз повторяю, внесли существенные, так сказать, предложения от имени Удмуртии с тем, чтобы, во-первых, упростить, во-вторых, ускорить решение этого вопроса, а, в-третьих, значит, чтобы не было нагрузки на сельскохозяйственное предприятие, которое потом получит вот это, вот этот участок. Ну, наверное, следить за соблюдением вот этого вот закона, за исполнением. Ну, я думаю, что этот процесс, наконец-то, так сказать, сдвинулся. Тем более, что персонально занялся этим вице-премьер правительства Дворкович. И надеюсь, что в ближайшем будущем у нас родится, так сказать, закон, который позволит существенно поменять, так сказать, это дело. Александр Аркадьевич, насколько инвесторы сегодня идут в сельское хозяйство? Насколько это рентабельно и выгодно создавать какие-то новые проекты? Ну, вот, я еще недавно работаю, так. Ну, практически вот за это время, ну, наверное, до 50 встреч у меня было по предложению разных, так сказать, бизнесов по участию в производстве сельскохозяйственного. То есть наверняка фантастические какие-то проекты? Да, есть фантастические проекты, о которых не хотел бы озвучивать по, так сказать, эфиру. Но важна, так сказать, важна вот эта тенденция. Сегодня желающих, значит, использовать свой капитал в сельском хозяйстве, есть эта тенденция, увеличивается. Ну, даже, собственно, так сказать, инвестирование увеличивается. Я уже говорил, 21 проект в прошлом году, сейчас 46 проектов. Тем более, что эти проекты сегодня мотивируются государством, довольно неплохо мотивируются. Впервые, к примеру, в этом году, значит, федеральное, значит, правительство дает довольно существенные деньги на восполнение, значит, затрат на прямые понесенные, значит, затраты, субсидия на прямые понесенные затраты при строительстве, значит, объектов сельскохозяйственного производства. Ну что ж, всем нам и вам особенно удачной посевной. Александр Аркадьевич, спасибо, что пришли к нам и ответили на наши опросы. Спасибо вам. А это было «Экспертное мнение». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова